Ну и вот теперь все подробности. Сегодня в Мурманске был большой рыбный день. На борту атомохода «Ленин» заседала комиссия, созданная при правительстве России. Ее возглавляет заместитель премьер-министр Аркадий Дворкович. Разговор шел на весьма актуальные темы. Как помочь российским рыбакам спокойно вести промысел в Баренцевом море? Особая проблема – это добыча рыбы в районе Шпицбергена. Воду вокруг этого архипелага Норвегия считает своими. Сергей Ютков продолжит тему. В Мурманске на причале морского вокзала большой сбор. Рыбные генералы, командование Северного флота, таможня, пограничники, наука. Присутствие России в Арктике – сквозная тема дискуссии. Хотя, собственно, дискуссией эту встречу назвать нельзя. Тут все наши. И позиция Норвегии, которая год за годом настойчиво пытается убедить соседей в своих приоритетах в этой зоне Северной Европы, участникам совещания неприемлемо. Особенно категорично настроены рыбаки, которых постоянно проверяет, штрафует и арестовывает норвежская береговая охрана. Причем делает это в нарушении международных договоренностей. Мы по-прежнему настаиваем на том, что рыбоохранная зона, понятие рыбоохранной зоны не соответствует Парижскому договору 2020 года. И по-прежнему даем указания капитанам не подавать донесения о входе в рыбоохранную зону Шпицбергера. Поэтому работа предстоит большая с норвежцами. Работа и по линии Росрыболовства, и по линии МИДа. Руководит правительственная комиссия вице-премьер Аркадий Дворкович. Открывая встречу, он отметил особую значимость присутствия России в Арктике. В Мурманск он прибыл прямиком из Лонгиро, столицы Шпицбергена, где встречался с местным губернатором и представителями правительства Норвежского королевства. Шпицберген – одна из самых северных территорий, где живут люди. На архипеладе расположены как норвежские поселения, так и российские угольные шахты. Согласно Парижскому договору, эти острова – свободная международная зона, где более 20 стран, подписавших этот договор, могут свободно вести хозяйственную деятельность. Еще одна тема переговоров – выполнение соглашения между Россией и Норведией о так называемой «серой зоне». Граница в Баренцевом море была проведена между нашими странами совсем недавно. Договор об этом подписан, но при этом в нашей стране появилось немало критиков, которые говорят о том, что Россия отдала нашим соседям самые богатые нефтью, газом и рыбой регионы. Как заявил Андрей Крайний, сейчас заканчивается двухлетний переходный период, и российской стороне в переговорах с норвежцами все же удалось достичь немалого. Если много лет назад наши норвежцы уверяли в том, что российские рыбаки – все сплошь браконьеры, затем нам много лет рассказывали, что мы ловим молоть, трески и пихши, подрываем запасы, то сегодня на поездке ни одна проблема – это так называемые выбросы рыбы. Но, по мнению многих мурманских рыбаков, договориться с норвежцами весьма непросто. Особенно, если это касается зоны Шпицбергена. Они считают эти территории своими, невзирая на международные договоры. Естественно, вы спросите, как можно предотвратить. Ну, я думаю, было бы здорово, если бы за какое-то нарушение наша пограничная береговая охрана привела в порт Мурманск из архипелага Шпицберген норвежского рыбака. Вот тогда бы мы показали, что в архипелаге Шпицберген мы присутствуем так же, как и норвежцы. Может быть, это несколько жесткая позиция, но, честно говоря, она, наверное, справедливая. Тем не менее, сегодня на встрече с вице-премьером участникам совещания удалось договориться и о стратегии присутствия России в Арктике, и о тактике. У нас есть своя позиция, у нас есть жесткая позиция, доктрина, которую мы выполняем. Мы никому Арктику не отдадим. Тем более, это очень важно для Мурманска, который является форпостом работы атомного флота и вообще торгового флота, и мурманское пароходство, и атомный флот. Это все те страницы, без которых Мурманск очень трудно представить. Безусловно, для развития Арктики, для освоения Арктики, для изучения Арктики, защиты Арктики Мурманская область является одной из ключевых, так как находится на самом севере, является наряду с Чукоткой одним из самых северных регионов страны. И мы рассматриваем в этом смысле Мурманская область как один из наших форпостов и как базу для проведения всех этих видов деятельности. Конечно, я бы не стал выделять любой из российских регионов как более важный или менее важный. Каждый из регионов является одинаково важным. Тем не менее, специфические особенности Мурманской области вызывают необходимость относиться к его развитию как к одному из приоритетов. Решено, что в ближайшие годы Шпицберген еще теснее будет связан с Россией и с Мурманской областью в частности. На архипелаге будет создана научная база, своего рода филиал Пенро, аварийно-спасательный центр в помощь нашим рыбакам и рыбоперерабатывающая фабрика.